Ребята, я здесь Сейчас здесь все сделаю Текст он А, здесь все нормально Короче, смотрите сетку Здесь Димаг Сверху Апокалипс идет И Хэппи в его части сетки Вот он в четвертьфинале с ним может встретиться уже Также здесь присутствует Димага Я вижу сверху Еще флаг Елисандрову Может на Димагу попасть, если вот этого товарища выиграет Здесь Танк Танк У Хэппи еще корейский Это Мастер Васи, они же дерзкие Это наш русский флаг Гидра присутствует, но он вниз идет Здесь я вижу Спелсингера Велоциратор Блайд Тут присутствует далее Изи Визеру Тифель Вердос тут рядом с Тифелем Еще один Корейц Тейлз Хотя как рядом с Тифелем Не совсем он рядом с Тифелем И Стрэндж в нижней части сетки Тоже его посеяли Красава Короче, игра И шлем вот этот вот С которым я на ладере бился Со Стрэнджем возможно будет играть Тиран А если Нерч? Нерча нету Это хорошо, что Нерча нету Значит меньше будет Пригара Я не знаю, куда ворваться Сейчас Лиссандра Я не знаю, есть здесь у меня Или негде И в друзья Что-то она на Х9 Ребят, пишите Кто, что и почему Чтобы я понимал Кто, что и почему Так Ну что Я не знаю, куда ворваться Давайте сейчас Лиссандрик Посмотрим, что у нас там Назаригин вроде здесь Потому что Может на Димагу попасться дальше Лиссандра 255 Лиссандрик Так Короче, ребят Сейчас стрим переименоваю Переименоваю Переименую И попытаюсь ворваться К Лиссандру У-у-У-УУУ Стрэнджелайв Здесь, кстати говоря, не хренес, ты прав, ты прав, да, мудун. А я, кстати, пропустил вообще элайва. Ну, сначала шлем ГМЛ был здесь, вот этот вот ТТР. Продолжение следует... Ну, я и хочу с части сетки, где димага находится, начать. Так, то, что, зачем я добавил-то, чуть не понял. Я и хочу с этой части начать. Здесь, там, Лиссандра после попадет как раз-таки на димагу, если немец победит. А так как я немца не знаю, этого особо, поэтому, наверное, он его и победит. С вероятностью 99%. Так, Лиссандра зовет, спасибо. Так, поехали. Всем удачи желаю. Продолжение следует... Да, Хэйпи Виду, вижу. Да, я же Миша Грю, это именно тот шлем, с которым я катал на ладере. Вот, который меня погромил просто-напросто. Не очень-то слабый он и игрок. Так что нужно Стрэнджу быть аккуратным. Ну, я думаю, что в любом случае Стрэндж уровнем повыше на данный момент. Да и я там натупил, конечно, в той игре, мог бы сыграть гораздо более четко. Проводка едет вперед на разведку. Здесь у нас 17-я хата, пул, без газа пока. Северной Кореи Глуми. Да это кто-то шутит, видимо, флаг такой выставляет. Поэтому, поэтому, так и есть. Если бы в Корее играли, в Северный Старграфт, то он вряд ли бы на европейских турнирах. Вот, потому что у них регион азиатский, там более близок. Снута прогулка по саду. Всегда, когда тебе кажется, что сеткой прогулка по саду, находится тот, кто просто пробревает. Это стандартный расклад. Хотя Снут очень стабилен. Всегда был. И в последнее время тоже неплохо играет. Поэтому, думаю, что вполне может там все сделать четко. Так, третью здесь ставят у нас, в общем-то. У ЗР здесь адептик делается. Блин, вот я что-то играю коллайдер, я адептов не применяю вообще ни хрена. Вот это, конечно, косяк с моей стороны. Нужно адептами пользоваться. Здесь раскачут ЗР вторую понемножечку. Так, по-русски сейчас, да. Подстраивал под что-то эту тему, видимо. Так, как раз контрола врублю сейчас и над ними поставлю. Вот, вот так вот будет нормально, я думаю, да? Да. Да, как раз над контролами. Максим Шарф. Как побороть страх, а на крайней сфере раз жизни нажать кнопку Run and Play? Набухаться можно. Но если это такое средство, побороть страх использую, что это, наверное, будет первый и последний раз нажатие этой кнопки. Потому что там будет очень много слитых игр. Так, сообщение дня. Бзика-то нету, некому изменить. Сообщение дня. Сейчас попробуем изменить. Сейчас посмотрю, что там вообще есть. Разрешивая. Разрешивая. Я поднялся! так прошу прощения ребят все изменил тему дня теперь все будет замечать что летает фениксами а вот он пришел уже разваливает здесь я извиняюсь ребят но первая игра фактически разминочная такая у нас приходят адепты и что-то тут ноль юнитов у лессандра пока погибло ноль юнитов карл убита 21 падают бисоверы понемножку заходят адепты на мейн прям таки королева поднимается не надо терять юнитов пусть будет ноль лессандра чемпион выигранная игра у оппонента убита 27 у него ноль но это говорит о том что оппонент был сверхсильный конечно а теперь димага у нас есть и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Может, игру? Да нет, все нормально, ребят. Все будет ништячок. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok РО 128, что такое? Это 128 раз нужно РО сказать Ладно, шучу Это 1,64 Что же это еще может быть? Конечно, БУ-1 на первых стадиях Всегда здесь БУ-1 в ГУ-ФУ-СК Давайте сетку понаблюдаем Там уже немножечко продвижение идет Сетки Стрэндж с Ашлевом будет играть, кстати Может Стрэнджа заценить? Мазафака Стрэндж начал Ну, хотя у Элаева там Ханфи еще... Не успел я к Стрэнджу прыгать Ну ладно, посмотрим Димагу и Александра Пара наша, как бы Стрэндж, я думаю, разберется Стрэндж сейчас силен А вот как с Алаевом будет Посмотрим, у Вердоса какой-то Херано Французов просто немерено Французы сильны сейчас Вот, посмотрите, как несколько игроков подняли прямо в Старкрафт Там, как бы, игроков немерено играет и сильных много В смысле, я бы так не радовался Я радуюсь, что просто я буду смотреть игру А кто выиграет, я без понятия Александра, как бы, тоже наш игрок из СНГ И в любом случае, кто-то пойдет дальше Это очевидный момент Так, Уизи нет оппонента Ублая Ну, тут слабенький Ублая пока идут Да и у него вообще тут дальше, я чуть смотрю Никого не видно Пингвин, рад, что вот этот вот А дальше вообще чуть не видно никого серьезного Значит, Ублая далеко пройдет Не знаю, сможет ли Гидру кто-нибудь остановить Может, Спелсингер будет, например Хэви ждет тоже оппонент Так, Димак здесь Апокалипс здесь присутствует, кстати говоря Если Александр или Димак дойдет до сюда То будет биться с ним, скорее всего А, на интерфейсе Бо-3 пишет Это я, значит, косичнул, прошу прощения Бо-1, конечно, в первой стадии Упс, ну, с кем-то бьется У меня, кстати, он в друзьях Возможно, с Монти Ну, ладно, я уже Димаку решил смотреть Давайте наше смотреть Смут с Монти Это замечательно, конечно, тоже Но я предпочтение всегда СНГ отдаю Бойцам Так что ждем Вердос что-то ждет там Димака ладар бьется Потому что не знаю, сколько он там ладар будет биться Давайте к Вердосу пока запрыгнем тогда Вердосу пока запрыгнем тогда Ну, конечно, все началось со Стефана Ну, не кончилось все Стефана Вот чем прикол Потому что сцена французская сейчас сильна Очень Зерк против Вердоса Протса Ну, кстати, возможно, Вердос играет Например, с быстрым Твайлайтом И играет дом на адептах Скорость Как он играл против Димаги, например, на Бупролиге И Мы успеем посмотреть еще что-то другое Кто такой Изи.ру Изи это Изи Молодой игрок Из Санкт-Петербурга Есть с ними С многими У нас после турниров наших интервью Надо искать в записях На Гудгейме Но вы можете найти Мы брали Я брал там, типа, по-моему, как-то с Юрой И с Бзиком было это дело Финалом выбрали Все по плану Как и вчера говорилось Как и написано в анонсе Финал выбрали Будет после Поиска сегодняшнего Так, хата пошла на золоте Кто у нас может уровень поднять? Тот, кто хорошо играет Тот и может поднять уровень Ну, радует меня Что, например, Стрэндж Подтянулся так Достаточно Высоко сейчас То есть, в чем В чем Как бы Сверх каких-то чудесных результатов Как многие ждут Нету, но Стрэндж уже регулярно Выигрывает деньги Например То есть, на наших турнирах Гуфу и Скани разбрал Уже он Так что Это уже Как бы Показатели Уже Мотивация Прыгнуть дальше Посмотрим, что будет Конечно Дальше Главное, чтобы Не мешало Там, если он учится Учебе И учеба не мешала Этому Чтобы все успевалось Хэппи оппонент Решел Доу хэппи Там в начале Ну, какие-то Непонятные оппоненты Поэтому Я не вижу смысла Особого хэппи Там Сейчас смотреть Не, вердос Не делает Быстрый твайлайт Вердос делает Нексус на золоте Так, перевел в робок Эвердос Ну, С Ну, как я не понимаю Что в газ Направляют С минералами Ну, вот Рабочие уезжают Назад Выбрал С Нажми Все Они сдадут И поедут туда Эффективнее Хотя, может быть Детки Два гейта на рампе Увердоса Центряс строится Два адептика И здесь Третья На золоте Хат пошла Демага Все еще Бьется Ладар Шлем Отомстил Стрэндж Отлично Ну, шлем Как бы Просто ГМЛ А Стрэндж Реально Так Увердоса The Special Tactics Посмотрите-ка Два астергейта Играет на воздух Делается Плюс один Что это? Уж не грелочки Или тут Ввердос собрался Подстроить Да Это грелочки Какой-то New build Новый build Не знаю Может это Билд Против слабых игроков А может Ввердос Действительно Что-то новое Придумал Грелка готова Раз-два Еще две Строются Ну, грелки И с плюс один Они могут Ворваться И просто Здесь навалять Зергу Очень жестко Строятся Роучи Кстати, интересен Этот билд Чем получается Ты приходишь Адептами Оппонент Роучи строит Достаточно Большое Количество А ты Переходишь Грелок В итоге И роучи Просто нечем Принимать Так, уходит Здесь Ввердос И вот Роучи На подшаге Пытаются Убить Адептов Зерг Плюс Две грелки Сейчас будут Готовы Четыре грелочки Четырьмя С плюс один Уже в принципе Можно лететь Можно шесть Подождать Ну, я бы полетел Четырьмя Например Потому что Хотя роучи Смотрите Роучи Сами вперед Идут Можно И адептами С грелочками С центрями Сейчас полететь Очень даже Неплохо Выдвигается Вердос Вперед Сейчас роучи Спалят Так, видят Роучи Так, ну надо С центрями Не бояться Было Перед идти Поставить Пилды Адепты Хрен пойми Где ходят Там Разогрев Всем Наверное Нужно Было Не врубать Потому что Кубка Дышится Будет Сейчас А тут Можно Нужно Спорки Будет Подрезать Вердос На третью Базу Идет На третью Нечем Пользователь Миста Бревариас Активировал И Филд На рамку Пошли Посмотреть Не надо Бояться Спорку Убить Тремя Четыремя Грелками С плюс Один Это просто Изи Делается Даже Ничего Ничего Не погибнуть Королева Падает На королеву Перефокус Ни в коем Случа Нельзя Делать Спорка Больше Дэмэджи Наносит Гораздо Так Все Филд Они Еще Есть Филд Вторую базу Гвардин Шилд Вот этому Миксу Очень Необходим Конечно Гвардин Шилд Все Эффективнее Здесь Одну Грелку Сейчас Три Гидралиска Развалят Неаккуратно Действуют Естественно Я вам Скажу Дает Примудриться Отдаться В такой Ситуации Что ли Можно И Хату Не убил И Ни хрена Не убил Здесь У нас Еще Грелки Прилетают Пытается Зерк Уже Вперед Вылить А сколько Гидралисков Идет 11 штук 8 Грелок С плюс Один Просто Ну Нужно Развернуться И убить Этих Гидралисков Вот Все Что Нужно Сделать Тем Более Что Здесь Еще Адепты Идут Здесь 7 Грелок А вот Восьмая Выходит Наконец Так Строятся Еще И Мотала Под Фаер Бол Увер Уворачивается Гидралисков Выжигаете Пролетают Грелками Вперед И Разваливаются Ну Кстати Разогрев На реводжерах Не долг У них же Другая броня Он Не работает На них Или работает Хз Он не должен Работать На реводжерах Учитывая Что У них Уже Ни Роучевская Броня Ни Тяжелая Приходит Уже Иммортал Сюда Ну Тут Все Очевидно В этой игре Грепи Сейчас Ну Вот так Вот Бывает Димага Все еще Бьется Ладу Но Я так И подозревал Что так И будет На самом деле Что Димаг Так Долго Будет Бьется Ладар Здесь Пока Ничего Не Выходит А Вот Кстати Хэппи Третий Тур Уже С Танг Тангом Может Играть Поэтому Нужно Антони Поддержал Ваш Канал На сумму 500 Рублей Ровно 500 Ровно Спасибо Антони С юмором 500 Ровно Принимаю Принято Как Говорят Спасибо За поддержку Всем Субтитры На Субтитры Хэппи Grand Хорошо 'M Jesus После грелок в дарков А после дарков в карьеров Бинды, да, забываю ставить Поехали, Бо-1 Так, это Стрэндж Про Третий тур Что-то я его сюда на третий тур замахнулся Так, что-то веб-ку уже запылилось Тепленько Сейчас, ребят, подождите Оп Все Пульченский на мейне у демаги Газ у Лисандра после гита Аниксус, кибернеточка Сейчас будет надежный достаточно билд Здорово, спиритолог Здорово, разведчик Всем привет Из К2ТВ, Гудгейм, Твич Из, кто на виде смотрит, тоже привет Пошли, гейт Так, гейт, кибернеточка пошла Гастер пошел, пилон снизу пошел Все абсолютно стандартно Пока у процесса Билд это тот Сейчас, наверное, самый часто применяемый Во всех матчапах Прочти даже в ПВП Очень часто применяется Кто такие упыри? Кровососущие, ребята Кто ж еще? Адепт строится Мазеркорд уж строится Димак залетает в наглу А если бы это сталкер был? Не знаю Ничего не строится Сейчас сталкер редко так Сейчас он вышел бы И наразвалил бы Адептик вперед зато убежал Третья хата у Димы пошла на золоте Газ продолжает собирать Мув делается Наверное, увидим скоро Роуч Ворон Видишь, 4 линга в продакшне Плюс к тем двум, что уже есть Если Стрэндж развалит, давай вот зальешь квартиру Но заливать нужно до того, как Стрэндж развалит В этом весь Вся загвоздка, понимаешь? А вот когда Стрэндж развалит, ты только ему можешь задонатить ее А, танк-танк проиграл йогу А, танк-танк проиграл йогу В этих наушниках Ну если весь день просидеть, то больно так Лучше снимать их иногда Потому что здесь железный каркас Ну это очень хорошо Потому что сколько у меня наушников сломалось То, что душка тупо отломалась Вот это Сколько? Одни предыдущие Gamescon Вот эти, Platronics 780 Так, идет варп Пилон здесь медленный Выходит Золото Александра в обычную Третью выходит Димага раз, уника не менял И правильно делал Так, Имморфл первый спускается На золото все в порядке Все добывают замечательно У Александра больше лимит, чем у Димаги Это говорит о том, что билд у него хороший У Александра есть робо-бэй А продолжает строить Имморфл Он непонятно почему Хотя может уже и стабилизатор спокойно запилить И ставится с Гидроден и Спайр одновременно То есть, возможно, свитч мутку Но если мутку, то нужно четвертую занимать побыстрее Еще можно ее где-нибудь подальше даже ставить Эту четвертую 9 гидралов Димага делает А нахрена Димаги Спайра, если он 9 гидралов делает Пока я, честно говоря, не могу понять Сталкером пытаются оверси разбить Не сбить Надо подконтроливать было на подшаге Больше бы выстрелов успел сделать А, здесь уже фениксы по две штучки строятся Наверное А, да, спалил Димага два старгита Поэтому Поэтому-то, собственно, и гидра строится Это я просто не вижу Ребят, все абсолютно верно Димага здесь делает Гидралов уже стоит Ну-рубие Значит, все небольшими Том- requesting Оверси Ребят Димага Так, спасибо Хэппи еще за то, что предупредил Вот Ну, мы будем смотреть Димага Александра Пока у Хэппи Там, оказывается, даже не Корейс Там Йога развалил Там Ктанга просто Так, Бича По ходу дела Потому что Йога я сам уже раза три на ладоре разваливал Хотя он ГМЛ Вот Так Фениксов уже порядочно А именно шесть штук Правда, не летают Они ничего не харасят Здесь просто миллиард гидролесков Спорки ни одной нету Среди маги стоят все в куче Сейчас фениксы прилетят и навалят И Караптеры уже вовсю поперли То есть тут еще попробуй убей Гидролески Как раз таки по гидре бонусу фениксов Когда они поднимают ее в адептов То есть фениксы адепты гидру просто разрывают сейчас Ну а этим ребятам вообще все равно кого бомбить 145 дэмэджа И по счетам еще 55 То есть 190 по вродсам Это очень серьезно Так, залетает демага Под фениксов прилетают Сразу же попадает Муталиск первый Разменял фениксов Муталиска В итоге демага убил одного Фокуснул Караптер Здесь ну очень много юнитов Чашу процесса почти готов Архивы темпларов делают То есть будут сейчас видимо архончики Здесь еще одну робу Чуть Лисандра здесь все разнес Очень жестко Нужно было заходить сюда на третью базу Или это будет Шторм Я не знаю Но уконтролить и Шторм Еще и дестабилизаторами стрелять Но это очень тяжелая задача для бродсов СРЛ 26 если только Может кто-то без моего ведома Вставил этот кадр туда Но В StarCraft поверь Если во что-нибудь играешь В StarCraft поиграть Это дело хорошее Главное спокойным быть А как играл StarCraft Очень крут Как и второй Так и первый Ханфи выиграл Ханфи выиграл Элайва Ау Так Сейчас получится Что эта игра кончится А мы и туда не успеем попасть Здесь Здесь разваливает Лиссандра Димага Выходом своим Но За счет до заказа Димаги становятся Больше лимита Но посмотрите Как я и здесь армия Вот эти 5 диморфлых 26 строящих Отдельно выходящих Сейчас Друг за другом Уничтожившим мясо Так Корабкер Феникса Принимает сразу Нужно пилон убить Чтобы ничего не строилось Заходит Лиссандра наверх Игра-то напряженка Ой, как Что эморфлых здесь делают Что они творят С этими руучими Просто жесть По потерям Ситуация очень близка Нужно гидру поднимать Обязательно Ибо быстрее бы Это делать желательно Сейчас Лиссандра Он это достаточно быстро Делает Все минусуется Эморфл Просто разваливается С этого момента Начинает драться Только в плюс Здесь мутка Корабкер Пытает все минуснуть Но эта-то база Уже точно выжила И похоже Что это минус Димага Так как Ему не убить Вот этих юнитов Просто Просто не убить Имморфлые сталкеры Здесь разваливают Все Уходят муталиски Выманиваются Между прочим Поля Имморфлом Не поля Точнее Каст вот этот Вот нужно минуснуть Спайр Димага понимает Что единственный шанс Это караптера Муталисками Разобрать Например феникса Подбиться Что он и собирается Сейчас сделать Но фениксы В это время Еще убирают Муталисков Здесь караптеры Возвращаются С муткой Димаг хочет Бой принять Фениксы Что-то там через Караптеров Пролетели Опасно В общем-то Ситуация складывается Просто теряет Между прочим Все И я поспешил Димагу хоронить У него экономика Это есть У него мейн Золото Баска Здесь Но у Протса Тоже добыча есть Протс Может архонов Наделать И золото У него выжило Между прочим У них суса Живы Все 4 штуки То есть Можно просто Восстановить пробок И вообще Все хорошо будет Ну что Идет Лессандра А димагу Все-таки Разваливать Пролетают Фениксов Караптеров Врываются Нахрена Лессандра Сейчас Фениксов Сливает Я не пойму Это минус Лессандра Выход был Кривой Реально Кривой По воздуху Димага Разобрал По земле Димага Разобрал И это реально Проблематич Теперь до Протса Причем Все базы Живы Зачем Было Ломиться Можно Восстанавливать Было Да Восстанавливать Спокойно Зелки С чаржем Да Зелки С чаржем Нужно Варпить Юнитов Сейчас Здесь На минералах Есть Здесь Ченджингов Подзабрил Линги Забегают Так Переводится Рабочий Гидралиски Приходит Уверчажа Нужно Выставлять Зря Димага Не добил Мазеркор Можно Было Сейчас Его Добить И Тогда Уверчажа Не было Ну Кстати У Лессандра Все нормально Димаге Нужно Что-то Предпринять Но Не получается А вот Это Уже Интересный Расклад Это Скорее Всего Поставит Точку На Процесса Люрой Ну Слишком Много Здесь Как-то Морфится Еще Сейчас И Апсервер Погибнет А Без Апсервера Как Вы Знаете Люрой Драться Не Очень Интересно Потому Что Ты Не Видишь А Она Тебя Убивает Димага Медленно Как-то Идет Вперед Но Потом Решил Пофиг Пойду Тупо Р В 7 Нажму Одновременно Что Димага И делает Нажимает Одновременно В 7 Р Мазеркор Минус Только Один Уверчаж Лессандра Успел Выставить Поэтому Вот Почему Мазеркор Нужно Контролить Держать На Отдельно Держать Апсервер Вбивает Димага Сейчас Это Димага Побеждает Все-таки Димага Побеждает Люра Капается Еще ближе Сверху Караптеры Летают Люра Немножечко Передвигается Грейды Кстати Убротся Нули Ток на Атаку На воздух Здесь Димага Решил Караптерами Залить Залил Роба Но Апсервер Успел Достроиться Но Все равно Он сможет Фокуснуть Апсов В очередной Раз Так Заходят Вперед Димага Раз Аптера Минус Два Гэгэ Пишем Так Прошу Прощения Не успел Я ни Хэпчу Ни К Стрэнджу К сожалению Зайти У них Интересная Там Особенно У Стрэнджи Интересная Пара К Спелсингеру Прыгнем Да Действительно Спелсингера Редко Стримлю Надо Спелсингера Постримить Так Поехали Начинаем Проверяю Пока Сетку На фоне Вам не показывая Да Вот Дошел Гидросфером Будет биться С Хэппи С Йогой Бьется И Там Дальше С Жулиангом В четвертом туре Может побиться С Хэппи Но я думаю Что Вот эти Жулианги И Йога Для Хэппи Это Один Лыбок Просто Оппоненты Демага С Круизером Будет Спелсингерс Победит Ботвинника На победителя Гидрофира Выходит Глумин С Северокорейским Корейским Флагом Ждет Снута В четвертом туре Блай Против Вейдера Бьется Там По его Часть Сетки Пока Сильных Я особо Не вижу Там Тарантиус Немец Просто Такой Ну Он Как бы Неплохой Был Раньше Сейчас Я не знаю Поляк Радзин Ну Я думаю Что для Блай Это тоже Изи Просто Вердос Наратаба Попадается Протоса По-моему Французского Тейлз Снизу Идет Далее Их И если Стрейдж Выиграет Ханфи Он будет С Тейлсом Бит Скорее Скорее Всего Так Первый тур Скрыть Уже Росту 28 Здорово Тигра Пора Привыкать Уже Пора Привыкать Стримов Все Более Ше И Больше Так Всю Сетку Проверил Сетка В темах Дня Кстати Кстати Сейчас Чтобы не спрашивали На СК2ТВ Запилю Я тоже Ее Сетку Написание Upgrade Complete Game Pause Game Resumed The Grand Reaper Has arrived SCB Ready Go 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 SCB Ready SCB Ну что Ребята Reaper Летает Что Он Убил Две Пробки Уже Reaper Убил Серьезно Так Тигр Не надо Там Всяких Пятниц Нужно Чисто Нужно Чисто Когда Нужно Когда Повод Если что Это Пятница Даже Я Уже Отвык Так О Великолепен Спелсингер Просто Царек Окружил Пробочками Reaper Приняли Его И Адепт Тоже В этом Участие Принял Непосредственное Самое Мазеркор Улетает Сканет У нас Куда Сканет На Мейн Сканет Видит Твайлайт Прекрасно У нас Батвинник Что Будет Делать Пока Так Мазеркор На вторую Батвину Прилетает Спелсингер Хоть Чуть Чуть Подрезать КСН Но В итоге Вынужден Телепортнуться Домой Потерять 50 энергии Разведчик Да Димага Хорошо Отыграл С Александром Ну Как Хорошо Чуть Не Проиграл Но Все Так Затащил Но Главное Затащил Будем Надеяться Димаг Там Дальше Пройдет Может Быть Мы Увидим Его С Кем То Из Наших Агроков Так Третий Барак Строится Реактор То ли Под него То ли Под Старпорт Здесь Непонятно Пока Если честно Здесь Летает Медиваг Минки Дропнулись Сколько Они Увели 4 1 Барабам Ну Неплохо Минки Жахнули Турнир 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 Так А в север Подлетает Минус Марик Минус Ма Рик Три Адепта Заходят Пошел Скан Минус Обс Адепты Улетают Тоже 49 39 Барабам Диспелсингер Заходит Ксм Подфокусил Уходит Сейчас Соответственно Так Грейт На адептах Делается В форже Плюс Один Делается Плюс Три Гейта Гробчик На мейн Пошел На стимпаке Уже Врывается Север Ботвин У Спелсингера Просто Нету здесь Пилонов Чтобы поставить Их нормально Укусить Медиваг Да не тот В который Юниты Сели Нужно Всегда Быть Внимательным Всегда Видеть Куда Они Садятся Вот И Фокусить Именно То Что Кто Где Они Сидят Тот Медиваг Но Спелсингер Даже Не убил Тот Тот В котором Не было Юнитов Соответственно Так Медиваг Все Учинив Влечивают Ксм Выведен И вычинить Медиваг Вот в этом плане Ботвинник Молодец Что Учинит Медиваг И Что Самое Интересное У него Двубазовая Такая Тема Играется Бараки Рибератор Здесь Третий Некс Уже Начал Добываться Две Куда Две Тебе Строит Спелсингер Две Сейчас Архив Второе Второе Архивы Темпларов Это Конечно Ошибка Нужно Отменить Ему Срочно Одни Из них Иначе Просто Он потеряет 200 Газов Никуда И Спелсингер Отменяй Ты Отменяй Не Отменя Е Спелсингер Ничего Два Здания В Котором Даже Два Грейда Та Нет В Котором Один Грейд Ну Дублирующие В общем-то Архивы Выход Пошел Лимита Боевого Меньше Тирана Больше Тирана Сейчас Ошибка По таймингу Щитов Просто Ужасная От Ботвинника У него Стимпак Уже Был Тысячу Лет Назад Он Дропался Со Стимом Уже Если Даже В момент Дропа Было Либо Щиты Заказаны Они Уже Готовы Были Так Пошел Выход Сталкеры Дерутся Отдельно Точнее Они Вообще Не Дерутся Сейчас С Ботвинником С Н3 Падают Все Падает Ужасно Бой Принял Сплсиньер Кстати Если Б Семи Нормально Принял Учитывая Его Неслабый Доварт На данный Момент Я Думаю Он Бо Мог Подраться Очень Даже Неплохо Но Он Не Смог Жесткий Залп И Минок И Ботвинник Убивает Сплсингера Причем Убивает Как-то Очень Жестко Ничего Сплсингер Не Может Делать Но Первый Бой Всегда Нужно Всегда Принять Первый Бой Грамотно Если Ты Не Принимаешь Грамотно Первый Бой Вот Такая Хрень Происходит Тем Более Катер Упаздает Тем Более Здесь К сожалению Все Очевидно И Шраксингер Отправляется Бинды Забываю Врубить Черт Черт Вы Бинды Блин Не Бало Без Без Них Все Было Хорошо Блин Так Хепич Не В игре Димага Не В игре Стрэндж Не В игре Обновляю Сетку Смотрим Стрэндж К сожалению Проиграл Ханфи Блин Ханфи Селен Вердос Идет Дальше Ротабу Выиграл Он На Ханфи Попадет Блая Идет Дальше Жаль Что Трэндж Проиграл Хепич Выиграл Димага С Крузером Не Знаю Батвиник С Гидрой Будет Биться Вердос Хз С кем Будет Биться Я думаю Что имеет Смысл Хепич Подождать Сейчас Я не знаю Бу Один Поэтому Я не думаю Что Жулиан Там Прям Долго Будет Играть Долго Долго Одна Городская Библиотека Другая Школьная Ну а Та Еще Одну Областную Строить На Каждой Базе По Архивам По Архивам Редактор Редактор Так, Димаров четвёртый. У Препича оппонент есть. У Препича Жулианг. И Димага тоже, кстати, может пройти, но там Апокалипс, правда, Найт Энд. Не знаю, если Найт Энд выиграет, Димага может его пробрить, а вот Апокалипс тяжёлая оппонент. Афтигра поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Спасибо, Сергей. Сейчас всем непросто, но Чарлику на косточку и Маше на бантике копеечка найдётся. Спасибо, что вы есть. Спасибо, Тигран. Тебе очень приятно. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Всё нормально, всё нормально, Тигр. Всё пришло. Через пару минут услышишь сообщение. Ну что, Хэппи Жулианг нас сейчас ожидает. Матч абсолютно точно. Димага пока четвёртый не бился. Если успеем смотреть Хэппи Жулианг и там пока не доиграют, может быть и к Димаге успею ещё зайти. Не знаю. За Вирдосом Блайн тоже будем следить. Ещё Изи там пока играет. Стрэндж, к сожалению, Ханфи проиграл, но сильный оппонент попался. Что тут и говорить. Вирдос в игре. С кем Вирдос бьётся? Так. Ну давайте посмотрим Вирдоса. Хотя не, я Хэппи уже написал. Так, погоди. Так, у Вирдоса там не было ещё пока порядок. Но скоро бы они начали, как я понимаю. Но я к Хэппи захожу. Он раньше начинает. Плюс я ему... Нельзя два раза динамить императора в одном гоу фойска. Золотое правило, потому что я уже Хэппи раз написал. Он меня звал, я не зашёл второй раз. Нельзя так делать. Жулианг. Опа. Так. Оказывается, Мораликос-то не испанец. Он только прикидывается испанцем. Ну что, будем дружить. Так. Зика. Я не знаю, при чем здесь это. Еще у СССР не было клуба. Комеди-клуба. И другой дебилизации. Больше, более того скажу. Но архивы темпларов здесь ни при чем. А темплары в архивах говорят вырубите палитоду, ребята, эту хрень. Оставьте хоть нас в покое. Ё-моё. Реперочек строится. Милки-круто-тата поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Го-тюленчика. Го-тюленчика? Какого еще тюленчика? Я никаких тюленчиков не знаю. Ребята-ребята. Ну что? Я не думаю, что сегодня дико долгий день будет. Ну, часов до 8-9. Я думаю, стрим будет идти приблизительно. Вот. А вот и Юра пришел. Так, ну что? Гранатчика кидается. Линги не попадают на гранату. Жулианга Хэпп прилетает. Начинает тут контролить. Ну, кстати, он не нашел спид. То есть он разведывал рипером, поэтому прилетел уже к королевам. Так, переводится. Рабочие. О-о-о-о! Нидусы поперли. Ну, посмотрим, посмотрим. Жулианг решил, что Император слишком силен и без Нидуса, походу, здесь и не обойтись, соответственно. Ну, не знаю, что из этого, конечно, получится у него. Но Лея Роуч Ворон, если это не Нидус, то, я не знаю, Роуч из Мун в лоб, походски, что ли. Конечно, нет. Конечно, это Нидус на 99%. Здесь мы с местами все меняем. Но Хэппи будет Либератор очень скоро. Вот что интересно. И вот что важно. Залетает Риппер. Так, видит Лингов. Хэппи сейчас улетает. Вот Лингов. Сканит Мэйн. Ну, и спалил Леер. Спалил Роуч Ворон. Понимает, что нужно оставить Либератора дома лучше. А, это Спайр. Это Спайр. Жулианг решил схитрить. Ну, получится. Либератор летит в контроль. Оверсир залетает сейчас. Хэппи Чинопалеве. Оверсира надо ловить. Танк строится. Еще Либератор строится. Но самое главное, что Хэппи третью ЦЦшку делает. Самый важный момент. Геллёнчики прилетают. Либератором прессуют Оверсира. Так, выходят Марики. Нужно кем-то пильнуть с этого... Вот этого... Ченчлинга. Депошку на Мэйне ставят. По периметру, соответственно, Мэйн обносит. И Жулианг методично облетает третью ЦЦшку. Просто... Ну вот, нет. В конце концов, все-таки он ее спалил. Минус Оверсир. ЦЦшка Морфиса. Нидусов никаких нет. Мовайджер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. На костюм Артаниса. Спасибо, Мовайджер. На костюм Артаниса пойдет. Артанис. Хорошо не Арамиса. Или Д'Ротаньяна. Все же знают, что все бичи, а фомик Д'Ротаньян. Как говорится. Ладно, будем искоренять. Горение нужно понемножечку искоренять. А то скоро Маша уже вырастет. Урубит стрим. А у меня там пригорает так. Непорядок. Муталецками принимает Либератора раз. Либератора два. Да нет смысла улетать, хапич. Что ты делаешь-то? Двух Либераторов на ровном месте теряет. Туретка на третий. Поздняя очень. Здесь Туретки тоже какие-то поздние. А с Тимпаки речи вообще не ведется. На Мэйне Туреток нету. Неужели сейчас просто какая-то мутка Жулианга? Мутка Жулианга, да это не звучит даже. Убьет императора. Да не должно такого быть. И что происходит-то? Ё-моё. Марики спускаются. Здесь один Марик откуда сбоку. Взялся на Мэйне Туретки. Как не было, так и нет. Кэпич, ты что делаешь? Ты пьян что ли? Что происходит вообще? На Мэйне вообще ничего нет. В КСМ их нужно увезти. КСМ не уводятся. Вообще 10 уже погибло. Муталецки врывать в Туретку. Почему не запилить Туретку на Мэйне-то? Я просто не понимаю. На третий бася достраивает. Туретка в итоге не достраивается. Гелионы стоят, а здесь ничего нету. Кстати говоря, у Жулианга. Вообще, чем только сейчас линги прибежали. У лингом запну. Роучи выходит долго хэпи стоял. В итоге Гелионы ничего не сделают. Третью ЦЦшку лучше увезти. Туретки на Мэйне строятся. Везде строятся. В КСМ-ки вылечиваются. Так, здесь гелионщики немножечко, немножечко ЗРГ отвлекли. Но посмотрите на лимиты. 67, 139. Неужели мы не увидим Императора на ГОХУ-СК? Далее. Очень похоже на то, потому что я не знаю, как с такими лимитами тащить. Стимпак не заказан. Ничего не заказан. Два танка есть. Может быть, танки помогут отбиться. Сколько роучей вообще? 19 роучей. Ой, и 5. Ё-моё, дичь-то такая. Ещё и муталиски живы. Танки без СИДЖИ. По-моему, ГГНчик, да, пришёл? Танки СИДЖИ, всё-таки хэпичка. Врыва пока не происходит, но скоро будет врыв. Нужно вывести что-то сюда. Нужно встречать. Здесь ничего нет. Хэпи, чтобы увидеть врыв этот. КСМ-ки выезжают. Танки хэпи забирают. Уводят. Фаер-буллы падают. Очень даже неплохо. С КСМ-ками хорошо здесь отгоняют хэпи всё это дело. 32-74 полиметра с хэпи. Эту игру вытащат. Это будет просто чудо какое-то. Танки перелетают. Сейчас вот на край сюда можно дропнуть хэпи. Заметь же, дроп не можно легко дропнуть. Сейчас, чтобы они атаковали, пока там роучи камни пробивают. Нужно перелететь. Сейчас так. Здесь газ падает на мэне. Бункер восстанавливается. Хэпич видит, где стоит Джулиан. Пытается прохарасить. Прохарасил ножичка танками. Танки нужно забрать, увезти назад. Муталисками пытается подрезать. Нет, братан, не получится. 180-80. Неужели Джулиан не продавит в такой игре? Щиты сейчас будут готовы. Заходят на третью. Третья минус, скорее всего, будет. Хэпи еще главная танками вперед лезет. Куда ты лезешь, Хэпи? ЦЦ-шка чуть не погибла, но чуть не считается. Стимпака нету до сих пор, что самое интересное. Муталиски ЦЦ-шку минусует. Танки, конечно, дэмэдж просто гигантский наносит, потому что Хэпи целенаправленно фокусит. ГГшечка, ребятки. Сегодня Хэпи проигрывает Джулиангу. Джулианг что-то в ударе прямо. 160 на 60. Да. Жаль, жаль, жаль. Но еще есть игроки наши на ВОК 0СК. И это тур первый перед Бо-3, что самое интересное. Ну что, надежда на Блая вердется Димагу? У Димаги есть оппонент? У Димаги нет оппонента пока. У Блая есть. А, Блая уже в игре. Так, и Димага в игре. Видимо, у него все-таки есть оппонент какой-то. Джулиангу. Хэпи проигрывает Джулиангу просто. Звучит как фантастика какая-то, ребята. Так, Блая уже, кажется, выиграет. Выиграл или проиграл. Буду надеяться на первый вариант, потому что иначе без Блая будем мы смотреть. И вообще без наших. Снута идет сверху. Так, с хэпи уничтожен был. У снута сетка становится вообще easy по верху сейчас. Без хэпи счета. Принцы, нищие, императоры, днища, хотите сказать сегодня? По принципу сработал. А я знаю, почему. А, Гидру. Ботвинник Гидру ушатал при этом всем. Просто что сегодня творится на этом турнире? Уже столько игр было. Алаева корейца ушатал Ханфи. Ботвинника Гидру ушатал. Всех-всех там ушатали. Посмотрим, что вирдос. Привет, Маст. Плэйр стримит БВ. Сейчас все брошу. И поеду смотреть назад в 2005 год. Так, Тимага, кажется, проиграл. Реплей смотрит. Не знаю, или выиграл. Короче говоря, флэш это хорошо, но флэш это прошлый век. Флэш сдался и вернулся назад. А шаг назад это всегда проигрыш. Даже если в бру-2. Так, Живианка играл Блайк. Все, Блайк победил Родзина. Родзина. Снук что-то ждет. Ботвинником ждет игры. Смотрите, Снук с Ботвинником. Так, Снук просит без стрима. Ну ладно, пусть сыграет без стрима. Про ВЦС пишут. У Снук-то секретные стратегии какие-то что ли? Не понял, а что? И никто и финал не будет со Снуком смотреть? Ну так дела не делаются. Дальше-то всего придется. Ладно, будем к нашим врываться. Гидра слился, чтобы перед Хэппи не палить. Хороший план заговора, конечно. Ну зачем-то участвовать, чтобы всем слиться что ли? Ждем что-то мы, ребят. Я не знаю, что мы ждем. И как Снук собирается не палиться, если он собирается пройти фулу-финал. Ну я понял, короче. Походу Снук тоже сейчас Ботвиннику сольет. И Ботвинник изи-полуфинал сегодня, да? Давайте сетку глянем пару минут. Давайте посмотрим, да, Вирдоса. А что Вирдос так мало смотрит? Смотрите, Вирдоса. Неплохо Вирдос дерется вроде как. Я не понимаю, колоссы разбирают. Да, разобрал все вообще сейчас оппонент Сумусоулу. Похоже на то, что Вирдос побеждает в этой игре. Хотя пока ни хрена не понятно. Нужно бы Вирдосу газ начать добывать сейчас. Но он чуть-чуть не начинает газ добывать. Нужно сместиться, может, на третью базу Вирдосу. Или он хочет на вторую идти. Он хочет идти на вторую. Почему бы здесь бараков четыре штуки находятся. И здесь можно прирост убить. Так, Викинг садится, не успел сесть, как отдался в итоге. Так, Довар пошел. Здесь вроде Вирдос неплохо дерется. Газ начинает добывать. Имморталы пока живут. А нет, Имморталы, точнее, уже не живут, хотел я сказать. Хорош, минус Сумус. Кстати, не слабый тиран, я вам скажу. Гэгэй, пишет Сул. Отлично, что Вирдос дальше идет, будет кого посмотреть. И он попадает на победителя Ханфи и всех остальных товарищей. Ханфи ждет вот эту пару. Ди Сиблай по этой части сетки идет. Найт Энд убил Апокалипс. Что творится? Найт Энд, которого кто там? А, Найт Энда Стрэндж, по-моему. Да, с Найт Энда Стрэндж, на Вавра Лиге убил Стрэндж-то в финале. В верхней части сетки, там вообще какие-то чудеса творятся. Найт Энд что-то бушует, там Снуд Ботвинник. Да, вы увидите Вирдоса сейчас тоже. Так, ну Тефель против Изи. Кстати, Блая ЗВЗ будет, будем смотреть. И уже, кстати, это Бо-3 будет у Блая. Блая ЗВЗ. Так, ну хотя здесь уже сказали об этом, что Вирдос победил, но за такие вещи буду наказывать в любом случае. Блая ЗВЗ. Короче, я никуда пока, ребят... Опа, Блая ЗВЗ появляется. Кстати, а кто уснул-то на Котовице вообще будет? Мейджор. А, уснул-то Тиран на Котовице. Вот он и не палится. Ну ладно, если не Тиран будет, значит, получается... Дальше, значит, можно смотреть. А дальше точно там не Тирана будет. И Тиранов вообще не осталось, кстати говоря. Найт Энд, Жулианг, это ПВЗ. Ботвинник, Снуд это... А, Нуэс только Снуд сам проиграет. Ботвинник дальше пойдет. Вот. Здорово, Аватар, да! Пианист Магет. На самом деле неплохо сейчас играет. Нужно как бы... Единственное... Хотя чизить нужно иногда, но чизы нужно придумать идеальные. Под какой-то контроль, я не знаю, там, может быть, с блинком, с чем-то еще. Ребят, я вас всех приветствую. Как обычно, благодарю за поддержку, за все-все-все. Ждем следующих игр. Блая пока нету. Еще никто ничего не начинает. Найт Энд, Жулианг, это, конечно, хорошо, но учитывая, что у Блая есть пара... Не очень хорошо буду к Блая врываться и жду... Жду врыва. Так, а, Изи, Изи, все, Изи не остался, уже Тефели проиграл. Но Вердос с Блаем в четвертьфиналах, это точно будет по Бо-3. Если сейчас Блай быстро Тефели одолеет, то перед Вердосом еще там даже пара не начала играть. Так что, скорее всего, мы успеем и Блая, посмотрите, если он не будет тянуть сейчас сильно, и Вердоса, скорее всего, успеем посмотреть. Мне нравится вот это на GoFUSK, у ESL и политика, что, типа, только Twitch можно стримить, но на моем стриме просто 1200 людей, а на максимальном стриме GoFUSK 4 штук, и вот... Уж не лучше ли сотрудничать? Так, уснул-то там еще игра. Так, уснул-то там еще игра. Продолжение следует... 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 Пусть стримит как хочет Я никому это писать не буду Потому что Я же не буду крысить За спиной у кого-то что-то Как он сам делает Поэтому Если его кикнут из игры Кто-то Заболив что задержки нету Дело другое Другой вопрос что я сам неофициальный стример Здесь особо Такие поэтому мне И не стоит ничего Париться Последнее время Все нормально пропускают На унирча иногда бывает пригорает Так здесь что Блай Линги ходят Блай пытается Контуррыв сделать Сейчас к Тефелю Лингами Бейлингами С вами Бейлингов Тефель пытается Фокусить Не так-то просто Это сделать Бейлинг пытается Подойти Тефель не может Фокуснуть С этого Бейна Смещаются Линги наверху Блай реально Много лингов Сюда бежит Но Тефель Отбивается Тефель отбивается И он на 20 лимита Больше становится Блай просто В мясо Сейчас отдался Золото не добывает Как-то Тефель Прочитал эту игру Пока я тут рассуждал Это очень печально То что произошло Сейчас у Тефеля Причем добыча Вся на золоте идет В отличии от Блай У которого на мейне Рабочих много И у Тефеля Просто тупо Больше добычи Сейчас Бейлинги Морфится Роуч Ворон Блай строит Сейчас Но Роуч Ворон Вообще не успевает У него ни разу Подстроится Так Бейны готовы Здесь линги Врываются Блай нужно принимать бой Принимает бой Роучи пока не врываются Так Здесь линги Идут вперед Не надо на Роучи Набрасываться Здесь слишком мало Блай лимита Кстати За счет того Что линги Меньше лимита Занимают Может Блай попытаться Затащить Пытается Роучи Окружить что ли Блай Пытается Пытается Бейнами Поймать лингов Оппонента Но не получается Этого дел Бейлингов Все больше и больше Бейлингов Частью Тефель умудрился Фокуснуть Но контр забегание К Блая пошло А Блай 12 дронов Что за бред Такой Происходит Бейлингов Либо возвращать Нужно Либо Здесь уже Золото Пробревать На третью Пробревать Тефель Врывается У Блая Проблемы Везде Тефель Сейчас контр забеганием Просто точку В этой игре Стает Потому что Он Блая Уберет Просто все Три базы А Блай Не уберет Даже вот здесь В базу Короче говоря Блай Сейчас очень Сильно Вперед поломился Но теперь Очень грамотно Лингов Провел назад Пьета ГГ 1-0 В пользу Тефеля Неприятный Совсем Расклад Для Блая Ждем Следующей игры Так Тейлз Там с Ханфи Бьется В нижней части Сетки Вердол Ждет победителя Блай Смотрит Демку Нет Катавица Будет Не из игры К сожалению Катавица Будет Рестрим Потом Про Катавицу Расхожу Не хочу Сейчас Удаваться Подробности Хотя Во время Катавица Тоже Смысла Не будет Рассказывать Там Опять Короче Алекс 007 Подсуетился Какие-то Там Какая-то Шарага Это Шторм Студия Представляла Типа ESL Теперь Как-то Она По-другому Там Что-то Называться Будет Туда Какое-то Отношение Дотера Шарага Имеет Где-то Велат И Вся Эта Компания Вот Мы Поставили Условия Мне Либо На Твич Стримить Причем Поставил Это Алекс Условия Первые Два Дня Вот Ну Там Оплата Конечно Предусматривалась Ну Она Во-первых Смешная Оплата Да Я бы С любой Скорее Всего Отказался Как Смешная В принципе Более-менее Там Еще Хоть Что-то Как Но Я Дело Не В Оплате Меня Не Устраивает Требование Плэвера Как Все Если Я Не Могу Стримить На Свой Канал Я Не Вижу В Смысла Как Тем Более Что В Этом Месяце Я Скажу Сейчас Сколько У нас Что Там Так Ждем Врыв Сейчас Еще Нанцы Так 47 317 317 Премиум Уже Подписалась Вот Так А Куда Блай Тоделся Чуть Не Понял Это Была Последняя Игра Блай Что Ли Я Не Понял А Нет Блай Перезаходил Баталнет Просто Вот Чем Дело Прыгаю Через Глая Погнали 102 Ни Один Ни Ну Один Ни Один Купель ведет, погнали. Не волнуйтесь, я-то успею. Помните про то, что задержка 2 минуты стоит и вы не сразу меня слышите. Тефель пул первый, между прочим, вставит. Блай решил, что не будет с Тефелем пулу в первых играть. Может, оно и верно. Кстати, как в предыдущей игре, такие же билды, по сути дела. Ну, не будет Хату третью власть вставить сейчас. Это про АИМ Котовицу. Про ВЦС Винтер, по сути дела. Так что... Так что, ну, будет Рестрим, ничего не получится. Ничего не поделаешь. По Рестриме, может быть, в будущем что-то там решится. Посмотрим. С этим моментом. Но... Обрубание чисто по плееру, как бы, оно неприемлемо, естественно. 16 дрончиков на мэй не ублая. Газ добывается. Пул строится. Мув раньше будет заказан, чем у Тефеля. Так, у Тефеля, правда, тоже газ. Но у Тефеля тоже мув будет. Не самый ранний. У Тефеля уже королева. У Тефеля уже королева. Так, Бэйлинг Нест пошел. Чему его зовут? Ну, там по блату, грубо говоря. Там просто какие-то знакомые. ХЗ там, короче, не знаю. Я думаю, что мы в будущем решим этот вопрос в любом случае. Но, естественно, никаких свечей не будет. Просто будет на ДГ, без рестримов всяких. Пользователь Чабос активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Чабос. Врываются Бэйлинги на хайграунду от Блая. Две штучки. Линги где-то вообще хрен пойми, где находятся. В итоге Бэйлинг сливается. Хоть три дрона продемиджил Блая. И то хорошо. Сейчас подфокусит одного второго. Два дрона убил. Хоть какой-то результат. Третью хат пытается Блая отменить. Возможно, третью отменит. Лингов много реально дотекает. Он пытается Блая развести. Сколько раз видел, когда Блайв в таких попутках просто сливал лингов целую пачку на Бэйлингу. Спасибо, ребят, за премиум. Реально просто премиумы летят. Очень замечательно. Так, доходит Бэйлинг от Блая. Но лингов-то нету, чтобы это все подбрить. Бэйлинг все один добежал. Но 40-32 парабам. Лэй Роуч Ворон. Сейчас уже Роучи начнет строить Блай. Короче, хорошую ситуацию он после своего Бэйлингбаста для себя выменил. Это замечательно. Пытается контур-атаковать Тефель. Ну, здесь у Блая все замечательно. Так, возвращаются Бэйлингбаста домой. Тефель, правда, тоже посмотрите, Роучи сейчас мастит. Блайв ворв... Что это такие за врывы? Ну, пришел Бэйлингбаста. Ну, взорвался. Ну, демодженные дроны. Ну, они же не того, что пораненные не собирают медленные минералы. Они также абсолютно собирают. Сейчас Тефель Спайер спалит. Блай не контролит. Королеву за контроль-то убей Линга, чтобы не спалил. Вот сейчас Тефель увидит тайминг Спайера. Пойдет вперед, и Блай нечем просто отбиваться сейчас. Ну, что за... Что за игра-то такая? Ну, Тефель так и так вперед пошел. Спайер ставится. У Блая опять Роучи есть. Нужно уходить. Нужно плетки Блая уже ставить обязательно. Без плеток он просто не сможет отбиться. И Блай... А, Блай решил Роучи построить ГГ Блаю. Он не успеет никаких Роучи уже построить. Это абсолютно очевидный момент. Дроны с третьей уходят. Какие к черту Роучи? Здесь плетки в мутку выходить, наверное, пытаться. Хотя тут как бы и в мутку не выйти. Посмотрите, сколько всего пришло. Тут пока мута бы строилась, все бы они убили. Короче, Тефель приходит, и второй раз с грамотным таймингом. Просто Блая проблевает на изи, что называется. Как-то... Ну, хз. После такого преимущества, вот... После такого гигантского преимущества... Вот и две Муталиска вылетели. Три Муталиска вылетели. Но... Ну, хз. Как по мне, ты либо строишь мутку, либо ты строишь уже Роучи полностью. Ни о каких Муталисках даже не думаю. Здесь Блая катает рабочих туда-сюда. Пока по рабам более-менее. Но критический дэмэдж он уже получил, на самом деле. Хотя, посмотрите, здесь Роучи и Линги отбивают понемножку на Мэне. Просто на Мэне проблема в том, что вот эти Роучи расковыряют просто все к чертям собачьим. Что тут три Муталиска им сделают? Они еще и Лейр успеют, скорее всего, убить. Хотя, если Линги придут, может быть, и не успеют. Но на третьей базе здесь Линги Роучи врываются от Тепеля. Блай пытается отбить Мэн. Очень долго это делается сейчас, естественно. Линги новые-новые строятся у Тепеля. Дотекание идет. На третьей Блай еле держится. Здесь Роучи спускаются. Не знаю, помогут ли здесь... Да нет, Роучи уже Блай не помогут. Здесь слишком большое количество юнитов набрасывается. Пока Мутка справится. Вот если бы Блай заказал штук 10 Муталисков успел, несмотря на то, что такой гигантский дэмэдж получил, может быть, Муткой что-то сделал бы. Но Муткой ничего в итоге не сделать. Короче, минус Блай. Минус Блай, к сожалению. Блай, к сожалению. Минус Блай. Привет, Наргил. Минус Блай. Так, ну что, Блайк, к сожалению, проиграл. Остается вердос у нас против Ханфи. Кстати говоря, ПВЗ, далее Тефель будет биться с победителем на одежда на вердоса. Ну, Стрэндж проиграл у Ханфи, проиграл Ханфи уже, к сожалению. Посмотрим, что вердос сможет сделать. Ну, сегодня такой не лучший гуф у СК для СНГ. Обычно дальше проходит. Ну, еще вердос есть. И если вердос сбреет Ханфи, то, в принципе, и Тефеля он тоже может сбрить. Поболеем за вердоса. Если нет, у меня есть нут в Real ID, по Real ID, поэтому я через нута попытаюсь там заходить. Далее. 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 Ну, вы видите, что Ханфи пишет. Поехали. Нужно ставить задержку. Погнали, ребят. Последняя надежда. СНГ, грубо говоря, вердос бьется. Первая игра. Ханфи против вердоса. Привет всем, кто не нам пришел. Так, пошла хата. Так, пришел знающий револьвер писать херню какую-то. Нет, это не требование Алекса, но и слот у нас уже был. Уже был одобрен слот. Уже Арчер договорился и уже мне даже написал, что все, отлично слот будет. Но потом откуда они возникали. Ну, это требование Рухаба вот этой шараги, грубо говоря, готерской. Вот, то есть с Близзардами, с организаторами уже было договорено про слот и про то, что плеер будет наш, как бы. Но потом вот так случилось, как бы. Тут ничего не поделаешь тут. И всем обессильно что-либо сделать. Есть, как бы, там в будущем идеи, но точно не на этот турнир, как бы. Так, у Канфи мув, у Вердоса, кстати говоря, его интересный билд со сверхранним Твайлайтом с мейна сейчас делается. Интересно, как этот билд сработает против Канфи. Посмотрим. Адепты вперед идут. Адептики вперед. Скорость атаки заказана. Три гейта сейчас будет. Я не думаю, что Вердосу имеет смысл врываться вот сюда вот под лингов. Он мимо королевы проходит. Но, возможно, он так. Вердос, что ты творишь-то? Надо лингов разваливать сейчас. Вердос двумя адептами заходит. Канфи понимает, что не стоит так вот драться сейчас против адептов. Так, пытается к дронам пройти Вердос. Только один адепт, к сожалению, стрельнул. Поэтому дроны все выжили. Два адептика плюс есть. Здесь, если... Вот сейчас кое условие очень важно. Если Ханфи поймет сейчас, что здесь вот такая вот тема происходит, то он, естественно, будет готов ко всем врывам. Но если он не поймет, что здесь такая... Так, что-то варф сверхдолго как-то делается. Линги вырываются. Адептов реально много. Пошел Вердос вперед. Сколько адептов у него в билде? 9 штук со скоростью атаки. Это реально сильная тема. У Ханфи нет Роуч Ворона. Лингами, конечно, можно это все тоже отбить. Но столько лингов надо много. И еще грамотно как-то окружить. Но тут главное, чтобы Вердос сам под лингов не подставился под этим. Приходят адептами сейчас. Линги где-то там сзади, за королевами находятся. Пытается Ханфи ворваться. Вердос отходит назад немножечко. А адепты просто лингом наваливают. Со скоростью-то атаки. Они их просто разваливают. В холомищу. Блин, билд Вердоса реально рабочий. Обратите внимание, если зерги... Но здесь расчет на момент неожиданности очень сильный присутствует. Если зерги не ожидают такого врыва от Вердоса, то они терпят. Если же зерги ожидают, то тогда уже совершенно другой расклад. Адепт становится. Линги минус все. Королев нужно минусовать. Уже дронами вынужден Ханфи здесь биться. Адепты заходят все новое и новое. Два адепта где-то сзади находятся. Вердос дает их. Нельзя адептов вот рассоединять, так они в куче должны биться. Короче, Вердос сливает. В итоге пушит. Но парабам больше уже, посмотрите, и Нексус готов. Вот это важный очень момент. Нужно отступить адептами назад. Так, Ханфи, секунду, бросишь. Что-то случилось. 27, 30, 32. Парабам. Парабам. Так, короче, хватит все это ухрение обсуждать. Особенно знатоки, которые не в курсе вопроса. Знатоков пора вырубить. Бейлинг Нест. Лингов все больше и больше у Ханфи. То есть он еще Бейлинг Бастом. Контор будет здесь биться. Адепты новенькие приходят здесь. Ой-ой-ой, 12 адептов. Это сильно. Но там 45 лингов, ребята. Это реально много. Адепты заходят. Нужно ли сюда телепортироваться? Думаю, что не стоит сюда телепортироваться Вердосу. Но линги приходят. Королева приходит. Адепты, конечно, бьются с лингами очень неплохо. Но Вердос теряет здесь все. Кстати, хорошо с лингами разменялся с другой стороны. Парабам все еще в плюсе. У Ханфи там Гидроден. У Ханфи, линги, Бейлинги. Здесь адепты отступают. Но вот как-то Вердос... Я не знаю. Нужно встать аккуратненько. Проверить позицию. То есть, если бы он был не на крипе, так бы не было бы все жестко. Его бы так быстро не окружили. Новые рабочие пошли. Короче говоря, вроде как в начале пуш. Да не вроде как он сработал в начале. Но потом случилась какая-то хрень. И самое меня, что удивляет, Ханфи упорно не строит роучей. То есть, он лингогидру какую-то строит. А ведь лингогидра вот этими юнитами просто будет развалена сейчас. Пытается Вердос третий Некс уже выйти. Там один линг есть. Ну, кстати, мог бы сейчас еще один врыв быть неплохой адептами. Так, линги минус. Или Вердос все-таки... Не, Вердос решил нахрен мне третий Некс. С двух басра отвалю-ка я его. Ну, вот. Врывается Вердос. Видит Бэйнов, Лингов, Гидралов. Нужно отступить назад. Нельзя на Бэйнов лезть. Против Бэйнов обязательно филды нужны. Вердос это понимает. Делается Андрей, делает сталкеров. Но нужно в такой ситуации только на третий Некс. Вердосу нужно выходить. Другого варианта быть не может. Не надо на крип заходить ни в коем случае. Роба, к сожалению... Так, а не, Роба есть. Нужно на обсервер, чтобы бить там все. Здесь у нас идет Вердос пробревать овера. Но он пока не сможет Нексус заказать, как вы понимаете. Здесь 15 адептов, кстати говоря. Криптумор выбил. Один дальше обсервер залетает. Видит Вердос, что здесь гидра бегает. Нужно уйти обсервером. Вердос уходит. Обсервер Линги приходит. Здесь Ханфи... Ханфи, кстати, пуш делает целенаправленно сейчас. Главное сейчас не затупить как-то и не телепортнуться туда. Потому что если Вердос туда телепортнется, это все. ГГ сразу будет автоматическое. Спайр у Ханфи пошел. Шторм нужно делать. Микс просто жидчайший. Вот этот... Пару штормов здесь бой перевернут сразу же вообще. Так, темновато стало. Нужно свет вырубить. 104-127 по лимиту. То, что атаку Вердос сделает хорошо, нужно подгустить. Желательно и вторую заказать. Вот штормы штормовичков. А, кстати, здесь Люркерден, Эспайр. Ну, не знаю. Вот Вердос, конечно, было бы реализовать эту игру круто до такой стадии. Но, к сожалению, ничего у него не получилось из-за этой затеи. Тинг стримит сегодня. Тинг не уверен, буду ли я стримиться. Все зависит от времени окончания Гоффу ИСК. И успеем ли мы провести этот финал Бобролиги. Если успеем, то, может быть, постримлю, потому что там на Нива есть. Я хочу посмотреть, как у него подгорит, когда Банни его развалит. Вот. Ну, а может, не успею нифига. Так, есть Архонечки там у Вердоса. Бейлингов больше всего у Ханфер. Ну, бейлинги здесь вообще не зарешают. Филды пошли, но Вердос спешит с филдами. Ну, нахрена ты так спешишь, Вердосик, дружок? Не спеши ты, ё-моё. Да принимай ты... Так. Адепт телепортироваться будет? Телепортируются адепты в Бейнов. Что Вердос делает? Я просто не понимаю реально сейчас, чего он сделал. Всё, что нужно было сейчас делать Вердосу, это ставить филды и на клики с блинком заходить в контроль. Такой битвы я просто не ожидал реально. Зачем филды-то... Вот реально матом хочется просто крыть, но нельзя этого делать. Зачем врываться в адептами в бейлингов вообще? Если у тебя есть филды, они без мува, без покатух. Просто филды. Раз. И не надо строчить сразу. Там аккуратненько бейлингуют. Раз. Два. Три. Там медленно ставишь, чтобы выверено минимум энергии на это трать. И с гвардином рубленом. Всё. Но, к сожалению, Вердос не смог так отконтролить. Точнее, он даже не пытался так отконтролить. Он что-то растерялся в этом замесе. Но с его контролем, мне казалось, что сейчас изи будет. Там адептов 10 штук. Они очень важны были для чего эти адепты? Они против лингов и против гидравов очень нужны были на поздней стадии. Тем более, с гвардом там с плюс-двумя армурами это вообще бы хорошо работало. Просто нужно было, чтобы бейлинги нанесли минимум дэмэджа. И всё. Сейчас я сеточку обнолю. Посмотрю, что происходит. Так. На Этен Джулиангом ещё бьются. Снут выиграл Ботвинника в полуфинале. Здесь Тефель победителя ждёт. Конечно, не хочется, что там одни зерги везде остались. Лимита было 124 на 134. Я смотрю, сейчас повторюсь. Ну, 144. Ладно, сейчас. Причём 10 гидравов до заказа ещё сейчас. Вот. Иди просто филды ставь. Это ГГ. Вот сейчас. Вот я смотрю. Вот. Зачем адептами куда-то там заходить? Энергии у центрей миллиард. Просто нужно было в один бой принять. Как бы нормально. Короче, даже если бы там такого расклада не было, в любом случае это 100% выгоднее было, чем адептов заводить. Ну, это аналог Блинка вперёд сейчас был, конечно, такой. Зачем было адептов заводить, не знаю. Надо увердос спросить сейчас. Лимит хороший будет. С такими лимитами с боевыми просто хорошо пушат. Никаких там покатух не было, не надо придумывать. С такими лимитами с боевыми просто. Так, опять такой же билд со сверхранним. Почему фраер инактив? Ну, очевидно, потому что он инактив сейчас. Залетает овер. Сталкера может вердосу заказать. Нет, он сталкера не заказывает, он заказывает двух адептов. Ханфи всё это прекрасно видит. Ну, вот это всё контрит. Реально, Роуч Ворон двухбазовый просто в нормальном тайминге. Ну, как контрит? Роучи без муа тоже знаете ли. То есть, если третью отменить хату, то выход-то адептами семьи идёт уже со скоростью атаки овердоса. Можно третью отменять и иллюзиями разводить. То есть, если крипа не будет достаточно, то там тоже Роучи нужно на две группы, чтобы защищать две базы. Потому что если там одна всего группа, такая нормальная, которая с семьёй адептами может нормально драться, тогда можно будет развести. Роучи. 18 лингов строятся у зерга. Зерг собирается всё это принимать, причём принимать лингами собирается. Какая скорость у тени адепта. Я хз, какая скорость. Гигантская у него скорость. Вот. Заходит вердос на хайграунд. Здесь пилончик снизу. Адептов пять. Плюс сейчас ещё будут адепты. Лингов реально много. Нельзя дать Нексус сейчас скрызть. Единственное. Так, заходит зерга. Уверчаж выставляется. Вердос встаёт сейчас к мэну. До варп адептов минеральную линию. Третий адепт варпится. Пока нет ускорения. Сейчас скорости атаки нет на адепт. Здесь на второй базе пытаются что-то сделать Ханфи. Врыв просто провалился сейчас зерга. Вот он ещё раз минеральную линию пытался ворваться. Ничего не получилось. Да, неправильно счёт стоит. Прошу прощения. Поменяю сейчас, через две минуты. Увидите, как я это сделал. Пользователь Даймон активировал премиум. Спасибо, Даймон. Вот эту игру может уже Вердос изи тащить. Потому что там, опять же, не планируется никаких роучей. Опять какие-то лингов-бэйлинги смешные. Это реально не работает. Адепты идут вперёд. Сколько их уже? Их 11 штук. Это просто хорош называется. Приходит Вердос. В бэйлингов-гидрубль не боится Вердос ворваться. А в лингов без нихрена боится адептами ворваться. Хотя сейчас вот уже нельзя. А до этого, как только пришёл, можно было. Просто не нужно заходить иллюзиями. Нужно иллюзии пустить и на муве зайти. Причём можно пустить иллюзию одну на разведку, как бы отменить, а другие в другом направлении. Просто на отступление, например. Иллюзия на отступление. Адепты... Так, пытается Вердос ворваться. Телепортируется адепт. Санфи окружает. ГГшечка, походу, да? Хотя они, бэйны так себе взорвались. Я вам скажу, адепты наваливают лингом. Просто замечательно. Сейчас нужно телепортироваться только. Из-за того, что демедженные были, королевы подошли. Здесь справляются. Нужно на мейн телепортик делать сейчас адептами. Два заходят на мейн. Рабочих пофокусить можно. На третьей базе адепт ездить. Парабам, Вердос в плюсе сейчас. Вторая база есть. Сейчас Беллингбаст к ответной пойдёт, естественно. Потому что ничего не остаётся Зергу делать. У него только... А, это не Беллингбаст, это передроп ещё, по ходу дела. Линга королев будет сейчас. Ну, всё, что нужно, Вердосу адептов строить сейчас. Всё, как бы. Он третий Нексу строит и... Ну, не знаю. Зерг при этом всём третий Нексу сразу же видит. Эволюшно пока не наблюдается. Значит, нечем будет вести. Нужно Эволюшн запиливать. Нужно Сентрия побольше. Вердосу. Вот как-то долго тянул Вердосу. Сразу адептами пришёл, пчу сразу не зашёл. Ну, если боишься, вот на отступление и на муви подходишь. Продолжение следует... Рассинхрон Если со звука С видео, то делайте F5 Что-нибудь там делайте Я не знаю Можете браузеры попробовать поменять Это с вашей стороны проблема Потому что тем более В некоторые дни было у многих Рассинхрон помогали Но в любом случае От меня все посылается нормально Сейчас без дропов Ну что, на 20 лимита Вердоса меньше Причем это боевой лимит И здесь бейлинг-бомба Вердос спускается вниз Зачем он это делает, я пока не знаю Пошли бейлинг-бомба Минус все, здесь пилоны тоже взрываются Адептов не осталось Сейчас вообще прилетает Прилетает Мазеркор Уверчажи пошли Адепты новые варкаться Рабочек сплетанул Вердоса Рабочек, кстати, сплетанул Очень даже неплохо И отбивается здесь В великолепном стиле У лингов, у зелков Простите, есть уже чарж Просто провалился врыв У линт Какой сплит хороший был У верчажа Как вовремя пришли Уверчажи очень сильно помогли Взелки врываются Еще... Точнее, линги Взелков врываются Зелки все расковыривают Три Нексуса Простуса ГГ пишет Ханфи 1-1 Красавчик Вердос Зря переживал я за него Ждем решающую Третью игру Привет, ГГСХ САШ САШ САШСХ Так Хороший Вердос Молодец Справился с задачей Ну в этот раз Вердос Мазеркор Очень вовремя Подвел И слишком То есть Зерк слишком много Потратил Бэйнов На дроп Вот на этих Двух Архонов Адеп Но Учитывая, что Пуш так и так На тебя идет Это улын от Зерка Он не может не напасть Гораздо выгоднее Было бы за стенкой Подраться Потому что Тогда бы Вердос Успел бы сплетануть По отдельности И там даже Это бы не погибло Почему бы Его окружили В куче Линги зажали И Бэйлинги Идеально сплэшем В общем-то Дэмэдж нанесли Но хватило Хватило экономики И гиты Очень вовремя Еще открылись И Уверчажи Три Уверчажи Вот эти Ой там Как дэмэджи Навалили Много тоже Короче Красота Погнали ЛПМчик Посмотрим Вердоса ГЛХФ Ханфи пишет Тоже гигантский АПМ Я вам скажу Привет Мордозет Все замечательно Смотрим ГУФОСК Подходит он К концу Уже ГУФОСК Понемножечку Привет Донпил Да пока Ругать не начнешь АПМ員 Ех过 Еще что Угу Продолжение следует... Ну что, тут два гейтаа у Вердоса, а кибернетка-то где? Что Вердос делает-то, я не понимаю. С кибернеткой просто втыкает они за полгода. Не надо так, Вердос. Сейчас линги забегут. Кстати, из телка Вердос не закажет, линги 100% сюда успеют забежать. Пока Титан не играет. Я не знаю, планируют ли или нет. Салочка спрашивает, а Верди уже не такой хамоватый, как несколько лет назад был подростком? Честно говоря, не знаю особо про его приключения, но... Исправился немножко уже. Так адово не горит, как раньше. Хотя, наверное, иногда бывает. Морда Зет. За мое здоровье лучше не пить тебя. Чтобы у тебя здоровье лучше было, а то вдруг чего? Чтобы этим ты мне помог. Ну что, лингами сразу не побежал сюда, в общем-то, оппонент Вердоса. Поэтому у Вердоса все нормально. Вижу скорость атаки адептам, вижу третий гейт уже пошел. Адептов 4 штуки, еще рисуется 6 штук сейчас адептов будет. Очень уж прям любят в Ханфе билды. Кстати, я с этим Ханфе, я с этим Ханфе бился еще на крафткапах. Крафткапы Лайта я выигрывал, там помню, где 20 баксов было за первое место. Вот, давно это очень было. По-моему, пару раз даже с ним играл. Это еще Волл был, по-моему. То есть, Ханфе старый, да, действительно, такой игрок в Старкрафте. Вот, на опыте. Но до сих пор тренится, бьется. Ну, видимо, по возрасту он не дико старый. Спускается Вердус вниз адептов. 7 штук. Гейты открываются. Вперед пошел, да, пошел вперед. Адептов 11 штук. У Ханфе опять нету никаких абсолютно здесь ручей, ничего подобного нету. Бейлинг Нест Ханфе ставят, Эволюшн Ханфе ставят. Опять с дропами, что ли, играть собирается. Похоже на то, бейлингов не будет, Вердус врывается. Да не боись ты, зайди ты уже туда. Так, иллюзии полетели. Лингов реально много, Вердус видит. Это все прекрасно. Будет на вторую базу врыв сейчас от Вердуса. Да, телепорт и линги неудачной позиции для атаки на адептов находят. Поэтому Вердус очень грамотно разменивается. Здесь обратите внимание, ну как грамотно? Королев много, многовато. Нужно на мейн телепорт делать, что Вердус сейчас и делает. Дроны гибнут. Да, пару дронов точно погибло. На мейн врыв через атаку пошли, Вердус, что ты делаешь-то? Четыре дрона за зал, буквально сбривать. На вторую нужно телепортнуть. 47, 56, парабам. Телепортируйся. По ГД нужно хню эту пускать. Вот эту вот иллюзию адептов. Реально грамотно сейчас Вердус. Посмотрите, как разменял адепт на 11 дронов и на 44 линга. Это хороший размен, безусловно. Но, хотя по ресурсам близкий, но экономика пострадала. Но, блин, нужно до конца отконтроливать момент. Вот сюда пришел адептами. Ладно, сразу через атаку не послал, там 4 дрона забрал. Но иллюзии сразу сюда пошли, пока королева заходит. Может, успеешь здесь еще подбревать что-то? И 100% бы 2-3 дрона успел бы забрать еще. Ну, да ладно, я хочу невозможного. Не то, что невозможного, я слишком много чего-то хочу. Итак, Вердус, молодец. Экономика замечательная. Лимит замечательный. Робо строится. Фениксов много. Сейчас они харасить начнут там фениксы уже. Ларус, перед какими стримерами Верди изменился? И про что ты говоришь, не понимаю. Честно говоря, врыв пошел фениксами. Спорок нету вообще у Ханфи ни одной. Гидры мало, но королев зато много. Прилетает Вердос. Вердос кустоверами дерется. Но лети ты быстрее вперед. Ну, что за реакция-то такая? Летает за вперед. Ну, летай. Да прилети ты сюда, а потом летай здесь уже, когда увидишь, что нельзя ворваться. Ну, когда ты еще ничего не видишь, прилетишь. Вот Вердос долетался. Короче, прилетел. Уже все готово здесь к встрече. И опа-на. А вот это уже интересный расклад. Сюда литбикон и старгит. И плюсом еще. Это какая-то полуармадная, похоже, тема. Адепты пытаются четвертой базе навалить демеджи. Демеджи наваливает Вердос очень много. 132-118 по лимиту. Телепорт пошел куда-то там опять иллюзиями вперед. А, это разведывательная ТПшечка. Можно спорку было минуснуть, что в Фениксе себя лучше чувствовали здесь. Плюс гейты еще. Флитбикон это интересно. Но что это будет с флитбиконом? То есть это либо темписты, либо карреры. Все остальное можно строить и так. Так, я считаю, что в такой ситуации, когда здесь гидры столько, поздние карреры здесь нахрен не нужны. То есть здесь лучше строить темпистов против люры. Если много удастся построить. Да, и темписты пошли у Вердоса. Две штуки заказаны. Третий заказан. Хорош. Плюс один делается. Чаш делается. Фениксов много. Микс интересный, но микс очень подверженный контролю. Очень подверженный контролю. То есть, если не получится как-то сконтролить у Вердоса, то он может развалиться, потому что здесь все компоненты должны сработать. Здесь и фениксы должны свою функцию выполнить, поднимать очень все четко. И зилки ворваться нормально, и адепты нормально ворваться. Хара с призма идет замечательный. Сейчас сколько адептов тут наваливаешь. С призмы забирай адептиков. Одного киданул Вердос. Не надо кидать адептов, Вердосик. Подворотни они тебя где-нибудь поймают. Скажут, что ты плохой контролер. 67-66 парабам. Несмотря на то, что Вердос как-то наразваливал здесь оппонент. Тут еще все у Ханфи более-менее, я вам скажу. Гидры реально много. Плюс два будет. Вердос уже плюс два на воздух. Ханфи что, гидрой чисто собрался давить? Вот это реально проблема для Вердоса какая? Что здесь гидралов столько, что они реально будут сильно биться. Но здесь сделки с чажем, здесь адепты со скоростью атаки. И это все против гидры замечательно работает. Так, призма улетает, адепт Вердос забирает, ушел. Здесь фениксы врываются на вторую. Видит Вердос прекрасно. Люркерден. Рабочих минусует, немало минусует. Так, все, пора улететь. Что Вердос и делает? Ну, погибло пару, по-моему, фениксов. Ну, дрончиков подрезал некоторое количество. Сейчас Вердос. Ханфи такое ощущение у меня вперед выходит. Боевые лимиты близки. Так, Вердос понимает, что врыв очень опасный идет. И строит он так. Покатушек нет. Кто-то мне про покатушки говорил в той игре. На 200 лимита покатушек нет у Ханфи. И тогда не было тоже покатушек никаких. Здесь у нас чейджинги уже. Хорошо, темписты здесь. Гидри наваливает. Только вперед их не вводи, Вердос. Темпистов не вводи. Там Микоза, там такая хрень. Аккуратнее нужно быть. Нужно покуснуть чейджингов быстрее. Что Вердос и делает. Ханфи передумал. Кажется, биться уходит. Но Вердоса 200. У Вердоса 4 некст. У Вердоса замечательная ситуация. На воздух будут 2 атаки сейчас. Королев поднял. Очень много, кстати, Вердос. Королев поднял все 4 штуки. С энергией были уничтожены. Здесь Бэйны пошли отдались. Варден шилд рубает. Нужно на развороте атаковать. Можно темпистами сейчас будет еще побольше добавить. И ворваться, например. Будет ли Вердос сейчас лезть. Вот под этот микс идеально шторм, конечно, работает. Потому что если Зерк захочет фокусить, например, темпистов, то там Вердос... Так, вовремя дронов отвел сейчас Ханфи. Нужно забирать адептов. Вердос чуть не забирает. На мейн, да, Варк пошел. Так, хорошо Феникса с двумя атаками наваливают. Оверсиром даже хотя бы у них по ним бонуса нету. Врывает. Так, адепты приходят. Сервера надо подвести. Крип с Крипом разобраться. Третья атака на воздух. У Вердос уже. Куда телепорты? Что же ты творишь? Телепорт делает сейчас. Зачем в такую стадо гидры делать телепорт? Как-то минус адепты Фениксов заводят Вердос. Что происходит? Версир, блядь. Ё-моё. Или это слив лимита был какой-то? Может, это, конечно, слив лимита от Вердоса? Но адепты против гидры, их не надо так сливать. Зачем их вот так вот бездарно сливать? Вторая атака делает. Пятый Нексус Вердос не строит. Здесь уже запас какой-то дичайший накопился. У Вердоса никакого запаса даже нет. Шторм. Оп, наконец-то шторм пошел. Это хорошо, но здесь, ух, темпистов 14 штук. Это десбол уже какой-то образуется. Но до шторма врываться не стоит. Нужно шторм сделать. И штормовиков нужно варпануть больше, реально. Не 4, там 6, чтобы было бинды. Да, забываю поставить бинды. А что-то не ставится. Может, карта ВЦ с модом должна быть, я не знаю. Так, ведет в центр Вердоса. Да, они ставят, в общем, бинды. Не знаю, ребят, Ctrl-Shift-G не работает. Призит. ХЗ еще там, ребят, у вас призит. Не должно здесь призит жестко. Так, бейлингов там, темпистов ухусят каких-то. Псиштромяки. Где вообще ХЗ все? Здесь они, здесь они, псиштромяки. Со штормом уже Вердос здесь. Шторм это хорошо. Но нужно так сделать, чтобы шторм почему-то попал вообще. Темпистов 16 штук. Это реально много. Крип выбивает Вердос. Сзади там какие-то оверы летают. Непонятно, что там они делают, правда. Так, шторм пошел. Не надо спешить шторм кидать. Так, ревелэйшн. Апсервер есть. Люру Вердос попустить. Штормы по гидре проходят. Бейлинги врываются. Штормы не идеальные, мягко говоря. Темпистами желательно сейчас уйти. Гидра сейчас темпистов может развалить. Штормовики где-то сзади со штормом. Что ж ты делаешь, Вердос? Шторм пошел еще по гидре. Есть еще шторм здесь у штормовичка. Нужно кинуть хотя бы на местность. Ханфи пытается минуснуть Вердоса. Там караптеры летят. Нужно отступить. Ё-моё, какая тут... Темписты не очень эффективны против гидры. Вот в чем их проблема, конечно. Но в Ханфи слишком вперед жестко летит. 139, 159. Лимита... Часть лимита значительно у Зергов при росте. Где-то там сзади подходит. Пятая база есть. Вайперы пошли. Где-то там сзади. Нет, у меня как раз вовсе сейчас вообще все замечательно. Отписал в Канфу. Не знаю, среагирует ли кто-нибудь. 169, 184. Нужно шторму больше Вердосу. Что-то он... А, ну вот 4-5 штормовика есть. Призма в этот раз есть. Архонщика сливать. 179, 184. Темпистов осталось достаточно много в миксе. Вот. Лаги в самый ненужный момент начинаются. Это не очень приятно. 4 люра запилено. Вердосу нужно пятую ставить базу. Чего он... Тут две кончилось. Почему он пятую-то не ставит, я не пойму. Так, грелки какие-то полетели. Ну, 3 атаки есть на воздух. Грелка, в принципе, пригодится. Линк минус. Нужно выводить пробку. И... Так, Вердос уже с пробками что-то в атаку пошел. Махера. Тогда уж отдай пробок. Построй боевого лимита нормального. Здесь миллиард вайперов. По земле там люра заходит. Ханфи сейчас. Короче, ребят, не один я пишу, что лаги, значит, это проблема с сайта. Но я надеюсь, кто-то на месте есть, кто может с ней разобраться. Поэтому придется терпеть. Я не знаю, в чем проблема там. Меня... У меня даже красным не пишут. Просто проседает вообще им сегодня и сейчас. Тем более... Ну, а дропы вообще в последнее время не бывают практически. Третья атака на землю у Вердоса. Так, притягивают с темписта. Да куда ты отступаешь-то, блин? И отступает куда-то. Ну, бой надо принять. Сейчас темписта всех убьет. Будут делки одни останутся. Что Вердос делает? Не понимаю, нужен даварп. Темпистов восстанавливает. Даварпа нет. Вот здесь база. Зайди через верх. Не хочу. Зайди вот здесь. Не хочу. Как угодно. Заходи. Ну, мне обязательно же сюда-то ломиться. Правда, лимит гигантский. Видишь, у Вердоса это хорошо. Ревелэйшн можно было бы накидать. Сейчас так. Провки подходят. По пробкам залп. Зилки чуть-то пошли. Сагрились. Отдались все. Вообще в мясо причем отдались. Подтягивают тарконы. Темписты новый. Вердос пошел на клики вперед. Обсерверов много. Сминает все в мясо. Слишком жесткий здесь лимит у Вердоса. Но 19 гидралов у Ханфи еще заказано. Два спайра работают здесь. Нужно отменить два спайра. Грейдов слишком много. Отменяет там Ханфи, чтобы не вышли юниты прямо под Вердоса. 2-2 в спайрах не доделываются. Так, здесь контр-дроп. Ооо, там контр-дроп от Ханфи. Но лимита уже все равно меньше. Здесь ну очень много люры как-то у Ханфи. Она идет вперед. Хараптеры пытаются разобрать. Здесь Вердос делками прыгает на люру. Как же плохо. Он на нее прыгает. Что же ты делаешь-то, Вердос? Ну. И опять сагрился на люру. Да надо ли на нее агриться-то было. Вердос сливает все сейчас. Называется, как слить победную игру. Дома отбивается вроде. Но у Ханфи до хрена просто. Бас. Рабочих больше. У Вердоса из боевого. Вот, три зелка крестом осталось. Да отступите назад. Просто. Нет, не отступил. Вердос отдался каким-то образом. Нужный товар под четвертую, пяточную базу не смог запилить. В итоге добывается одна и то минералы. Кончились все почти. И люру просто нечем убивать. Сейчас. И Вердос опять сюда лезет. Да зайди ты наверх. Верхние разбери ты базы эти. Верхние. Верхние Вердос не собирается разбирать. Так, заходит на Ханфи. Ханфи не закопан. Люрой сейчас. Дилки прыгают. Хорошо. В Люру попадаете. Вот сейчас. Блин, ну вот здесь вот такой куча. Не. Три атаки у Люроя. Это забейте. Это ГГ. Это минус Вердос. Я думал, что здесь эту игру слить не получится, Вердос. Но он умудрился слить каким-то образом. Но ошибка была прыгнуть на Люру, конечно. Вот сейчас. Просто иди вперед. Дальше те базы сверху сноси. Печаль, беда. Так, ребят. В конфот писал. Ну, не знаю. Попробую через кого-нибудь на ГГУ ФСК ворваться еще. Печаль, беда. Ну, Ханфи слил. Жулианг выиграл Найт-Эндо. Снут против Жулианга. Бьется? Уже бьется он, или интересно? Нет, Снут пока не бьется. Но через него прыгну я. Собственно, ГГУ ФСК надо до конца отстримить, я так понимаю. Ну, я так понимаю. Ну, я так понимаю. Ну, я так понимаю. Далее урага с зилками Да, у меня у самого фризит жестко Даже мой стрим Тоже присутствует Ё-моё, как адово фризит Вердос, когда победил за место Ему нужно было, конечно, он просто Опять же, то есть, как Что могу сказать Какой диагноз Прослеживается та же старая проблема Ф2 Одного контрола, короче Если поделил хотя бы несколько юнитов И, ну там мультитаск, конечно, был С дропом с этим Какой-никакой, но это не значит, что нужно было На клике, на леру, наловиться на всю Если поделил хотя бы несколько звуков Наверх туда, на 9 часов и выше Те базы минус Ну все, у ханфет не осталось Просто добычи никакой Это был бы минус ханфет Пишите, ребят, как по лагам будет дальше Я не знаю Никто ничего не отвечает почему-то В конфе Не знаю, ответит ли вообще Спасибо за просмотр! Так Может, Бобролигу? Ну, можешь пойти пока Бобролигу посмотреть А я посмотрю Гоуфу СК до конца На Твиче нормально, но На Твиче переходите На Твиче переходите На Твиче переходите На Твиче переходите Что-то СНУД пока, правда, не играет Нифига Он уже, может, выиграл там Жулианго Я не знаю Да нет, вроде не должен он был Выиграть его Успеть А, он успел Ё-моё, он успел уже выиграть Жулианго А через кого мне теперь запрыгнуть-то? Я не знаю, через кого мне запрыгнуть-то теперь Блин, я что-то со СНУ там-то проморгал всю ситуацию Он-то уже выиграл Лучше стал, но отлично А теперь еще не в игре Они не начали, походу, еще Ну, хорошо Что не начали Может, в игру получится ворваться Вот, в игру получится Что-то пока ни хрена не начинается. Так, давайте посмотрим, что у нас там по турнирам, или всё-таки… Тинг-2.20, нет, надо посмотреть, надо посмотреть. Что-то Тефельд с Ханфи не начинает, не знаю, что они не начинают. Так, давайте посмотрим. Так, не через кого мне прыгнуть-то, блин. Так, а Варди там ещё? А, вот через Варди прыгнул. Отлично! Вот тут набежало люди. Отлично! 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 Ухах. Охах. Тефель хоста куда-то ушел, говорит, готов. Готов, жми старт тогда. Вот пропал тефель, непонятно куда. Ну что, тефель хамфи у нас завзшечка, погнали. Первая игра. Так, хата. На золоте ставится, здесь тоже на золоте. 17-я хата там и там. Тефель пул газ, здесь тоже пул, тоже пул газ. Газ чуточку попозже. Так, хата на второй, хата на второй, всё пока одинаково. Всё пока одинаково, но это стандарт, 17-я хата пул, если был какой-то пул первый, была божья агрессия. Очевидно, переводит тефель рабочий, сколько он сразу переводит? Он переводит 9 дронов, это реально большое количество. Сколько переводит хамфи сразу? Хамфи переводит тоже 9 дронов, одинаково абсолютно переводит. Посмотрите, у тефеля добыча пораньше началась. Как-то хамфи тут немножечко позже перевёл. Ну, тефеля уж на 3 дрона больше, но пока критичного отставания никакого нету, битвы не было. Но чуточку тефель впереди, чуточку впереди, рабочих побольше. Подлагивает до сих пор. Ну что, Роуч Ворон на мэне. Я про лаги написал, не знаю. Что там происходит сегодня? Неожиданно какая-то хрень случилась. Так, здесь на халяву тефель лингов разобрал. Несколько суток мух готов. До лево тут ходит. Спускается хамфи лингами с вами. У тефеля Роуча уже заказан. Здесь у нас Роуч Ворон только ставится. Тефель на развороте. Бой принимает и выигрывает. Он замес тут у хамфи. Хотя было очень близко. По моменту, кстати, мне кажется, хамфи может развернуть. Здесь линги все дэмэжи на у тефеля. Но их реально больше. Поэтому запусали. Так, ну на королеву такими краснющими нельзя. На ламу вас очень быстро убьют остальных лингов. Роучи идут вперед. Лингов очень много у тефеля заказано. Роучи и линга. Пуш сейчас идет. Ну, ЗВЗ-шечка быстрая намечается у нас первая. И это очень хорошо. У хамфи 8, Роучи. Продакшн. У тефеля еще 5 подстраивается. Ну, вот если бы тефель, например, сейчас делал реводжеров и чисто лингов дозаказывал, у него бы фаербольщики были, и он бы мог уже нападать на оппонента. Личинки фаерболами там убивать на какой-нибудь базе. В итоге тефель пробегал, просидел здесь, время потратил. Ой, как хамфи замечательно здесь все принимает. Просто жесть какая-то. Линги окружает. У тефеля плюс 1, естественно, нет у грейда. И хамфи отбивается здесь, судя по всему. Причем достаточно легко. У тефеля слишком растянут прирост здесь. Так, один Роучи выходит тут или уйдет? Уйдет, похоже. Минутнул Роучи. Хамфи пытается отступить. Опять, короче, да, с пола пошли. Стрим падает опять же. Ну что, хамфи бьется. Тефеля опять же его окружил. Куда-то вылез в центр. В общем, оба на лингами с Муом и на Роучи без Муом бьются. Тефель почти пробрил Хамфи. Хамфи пытается отступить. Здесь демеджи на Роучи. Спереди их нужно поменять местами. Никто не хочет Реводжеров сделать почему-то. Вот Хамфи первого. Посмотрите, сколько тут оверов висит. Здесь был Реводжеров 4 штучки. Можно полакомиться. Очень неплохо. Поменaczали. Все slightest благополучение. Минераль филд. Готом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут? Фаерболит у нас. Первым начал фаерболит Тифель. Ханфи тоже попытался, но Тифели овер и вон они улетели. Он просто вспомнил, что они там где-то летают. Забрал их, увел. Лимиты очень близки. У Ханфи чуточек больше боевого, но зато у Ханфи рабочих на 7 меньше. А 7 рабочих это хорошее такое количество на этой стадии. То есть у него мейн вообще не добывается, у Тифели чуть больше мейн добывается. Есть планы на завтра, но стрим про лиги как раз таки и намечается. А вот вечером ХЗ. Что будет? Вечером может нечего будет стримить. 157, 143. Делается мув у Тифели. А, он умудрился Тифели лейер сделать. У него будет мув, у него будет позицию, он будет попроще занимать. Врыв лингами идёт на золото. Ребят, это на сайте проблемы какие-то. Я не знаю, в чём там дело. Надеюсь, что их кто-нибудь устранит. На премиуме всё окей пишет. На премиуме отдельный сервер, поэтому... На премиуме частенько бывает окей, а на высоком проблемы. Я не знаю, ребят, в чём дело. Разберутся в ближайшее время. Пользователь Тезис активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Тезис. О, лагер. Лаги чисто. Повышают продажи премиуму. Ну что, Тезислинги ведь забегают. Больше всё и больше делают роучи и реводжеров Ханфи. Скоро 200 в 200 уже битва будет. Плюс 2 атак никто и не заказал. Но у Тифеля мув есть, у Ханфи нет. Но у Ханфи рабочих меньше, кстати говоря. И у него боевого почти столько, всего 8 разница. Это 4 юнита. Не факт, что даже зарешают такой расклад. Так, здесь фаерболы пошли. Фаерболы попадают по роучам Тифеля. Ханфи принимает бой. В какой же куче он стоит. Отдал позицию. За счёт чего отдал? За счёт того, что мува нету. И отдал, не успел просто подойти на хайграунд. Фаерболы всё новые-новые. Тифеля падают. По реводжерам демодж наносят. По многим там мув есть. Поэтому Тифелю проще. Гораздо контролить сейчас. Падают. Ой, как Фанфи на фаерболы попадает. Тифель заходит дальше уже. Роучий 20 там заказано. У Ханфи даже больше. Но Тифель выигрывает замес. И роучий будет выходить разрозненно. И это очевидно, что для Тифеля великолепная ситуация. Это победа. 138 на 85. У него тоже двадцатка роучий заказано. 1-0 Тифель. Через Варди варву сейчас. Ребят, не знаю, что за хрень. Майкера нету. Что-то и никого я вообще не наблюдаю. Никто ничего не реагирует. Надеюсь, что отреагирует. Может быть, какие-нибудь там стримы запилили гигантские. Что лагают, не знаю. Что лагают, не знаю. У кого-то и на премиуме, видите, лаги. Давайте, я не знаю. Я могу попробовать стоп-старт, конечно, сделать. Но там вам две минуты нужно будет ждать. И я не знаю, поможет ли он вообще, этот стоп-старт. Давайте попробую. Другого варианта нету. Другого варианта нету. Продолжение следует... Продолжение следует...